всем привет меня зовут диана сегодня мы с вами будем делать самодельные открыточки и самодельные они будут начиная с этапа того что даже бумага была сделана мной те кто подписан на меня уже давно да и в принципе если вы просто видели это видео то вы в курсе что я когда-то делала сама бумагу то есть перерабатывал ее в домашних условиях года три назад это даже был каким-то трендом наверное в тик токи я не знаю по крайней мере мне очень часто попадались такие видосы да и мой видос хорошо зашел что в тик токи что на ю тубе меня очень прикалывал это бумага потому что она какая-то необычная в том плане что она не идеально гладкая но и не сказать что она какая-то акварельная допустим да опять же я уже рассказывала что просто акварель на ней не порисуешь нужна специальная пропитка чтобы рисовать на ней акварелью это как бы ну не сказать что эта бумага для рисования в общем точно не красками но в тот момент когда мне всем этим нравилось заниматься да и сейчас мне нравится этим заниматься просто сейчас этой бумаги у меня очень много как раз таки в тот момент когда я всем этим увлекалась прям активно я делала разные виды бумаги я там смешивала разные цвета добавляла там крапинки других цветов бумагу чтобы там были такими акварельными как бы разводами можно сказать другие цвета в там белом цвете в красном зеленым розовым в общем по разным экспериментировала делая эти бумаги единственное что я не пробовала это не добавляла золотые краски вот хочу еще попробовать золотые бумажки сделать если получится конечно и у меня был видос где я делал из этой бумаги скетчбук я сделал несколько скетчбуков некоторые я все еще использую некоторые у меня уже закончились но не сказать что я их использовала в виде скетчбука потому что опять же на них рисовать особенно шершавой стороне немножко сложновато да это бумага из которой я делала эти скетчбуки не совсем идеальная была она это была самая первая бумага которая вообще сделала и там еще не понимала как именно в каких пропорциях все смешивать и вообще на какой основе все это делать поэтому эту бумагу рисовать не очень удобно но я эту бумагу использовала эти скетчбуки использовала как записные книжки и то есть какое-то применение я конечно этой бумаги нашла но этой бумаги все еще оставалось очень много потому что я была очень увлечена созданием этой бумаги поэтому она очень долго ждала своего времени я знала что я хочу с этой бумагой сделать просто пока не было повода так скажем и в общем вот повод настал перья из этой бумаги буду делать открыточки небольшие и поводом для создания этих открыток стало то что я посетила арт-маркет я показывала в телеграме всякие фоточки оттуда вот можете подписаться посмотреть или зайти просто посмотреть мне будет очень приятно если вы подпишетесь и ну конечно же не просто от маркет меня на это все вдохновило естественно меня вдохновило то что я хочу участвовать тоже в такой деятельности хочу в таком мероприятии побывать сама как продавец я уже продаю как бы некоторые свои товары некоторые из них уже куплены и приобрели свой новый дом но в основном я продаю что-то более такое дорогое по типу картин но как бы картины не каждый может себе позволить поэтому вот такие вот небольшие открытки которые будут стоить не очень дорого может позволить себе буквально каждый и сделать приятные просто своему близкому человеку либо же себе потому что эти открытки также можно например купить для себя и просто повесить в комнате или куда-нибудь поставить или к подарку приложить в общем с этим открыткой можно реально все что угодно сделать и уникальность этих открыток в том что они созданы полностью вручную опять же бумага создавалась лично мной перерабатывалась сушилась прорезалась там какие-то неровности неточности все отрезались мной лично и то что на них написано также будет написано мной вручную конечно некоторые слова они переведены через трафарет но опять же они переведены мной вручную это никакая не печать ничего потому что печатать на этой бумаге немножко опасно так как просто может сломаться либо принтер потому что эта бумага не предназначена для принтера либо просто не отпечататься краска либо отпечататься плохо короче для принтер эту бумагу лучше не использовать она все же для каких-то таких либо опять же мелких скетчбуков либо для записанных книжечек каких-то небольших, либо вот для открыточек. Ну и перед тем, как начать рисовать, писать все это, я, естественно, провела тесты, потому что мне нужно было выявить, какой материал лучше использовать, чтобы написать все вот это вот. Потому что, опять же, бумага не все виды художественных материалов воспринимает, плюс еще мой почерк не самый лучший, так скажем. Поэтому приходилось искать то, что подойдет мне и по моим возможностям и для бумаги. И в моем тесте участвовало 4 вида листов и 9 художественных материалов, ну и плюс трафарет. Из художественных материалов это акварель, акрил, гуашь, химия, на которую у меня был обзор, на акрил, кстати, тоже был обзор. Также акриловые краски золотых, медных и серебряных оттенков, цветные карандаши, штемпельная краска. Она у меня еще осталась тех времен, когда я пыталась сделать длинногравюру, у меня тоже есть видео на канале. У меня совсем есть видео на канале, вы все найдете реально. Также капиллярные ручки и ручки в виде кистей. Но 4 вида листа это, по сути, всего лишь 2 листочка, потому что листочек имеет, опять же, 2 стороны, имеет шершавую сторону и имеет гладкую сторону. Поэтому я их разделила на 2, чтобы понять вообще, на какой стороне лучше писать. Конечно, шершавая сторона, она прикольная, но на шершавой стороне, увы, получается не все красиво, поэтому на шершавой стороне у меня по итогу открыток вроде бы даже и нету. И посредством этих тестов я вообще из списка убрала акварельные карандаши, но я уже изначально думала, что они не подойдут, потому что, ну, как я уже сказала, акварель я и так пробовала на этих листах, и она как бы не очень ложится, даже с этой пропиткой, как бы, ну, не сказать, что она идеально ложится, да и писать акварелью я тоже не умею. Красивые слова, красивые буквы. Ну, а карандаши, они просто слишком мягкие, наверное, для этих листов, либо, наоборот, слишком твердые. Ну, смотря какой лист брать, опять же, потому что есть еще, как бы, плотные листы, есть более потоньше листы, и все листы, да, они отличаются еще по толщине, то есть, есть прям очень-очень тоненькие листочки, а есть такие более уже толстые листочки, особенно с первых партий листочки, они прям такие плотненькие, вот, поэтому цветные карандаши я решила не рисковать и вообще их убрать, как бы, ну, обойдемся и без них, потому что цветный материал у меня так-то есть, это, как бы, акрил и гуашь. Еще я думала, что гуашь тоже совсем уберется из списка, потому что гуашь, она сохнет быстрее на кисти, на губки, нежели акрил, но, например, если у меня кончится акрил, а я захочу сделать такие более цветные открыточки, то, в принципе, гуашь можно будет использовать, но, скорее всего, я не буду использовать гуашь. Также тесты показали, что на шершавой толстой стороне листа себя хорошо ведут только ручка от Малевича и капиллярка также от них. И я так предполагаю, что на шершавой толстой стороне себя хорошо показали только ручки, потому что красками я это как раз таки делала через трафарет, и я думаю, что из-за трафарета эти буквы как-то расплывались и не очень хорошо ложились, потому что трафарет, он двигался на этой шершавой основе и не стоял особо на месте. Но от руки, как бы говорю, я писать не особо умею, поэтому для меня этот вариант не подошел бы никак. И еще трафарет у меня непрозрачный, я почему-то не смогла найти в магазине прозрачный трафарет, я не знаю, куда они все подевались. Прозрачные трафареты они есть, но они мне не подходят, потому что там буквы большие. То есть они там на полу листа эти буквы, зачем мне такие трафареты? Мне нужны вот такие с маленькими буковками. Поэтому с этим трафаретом я, конечно, чуть-чуть помучилась, но что поделать. А вот на толстой гладкой стороне акрил, ручка перо, который заказывал с Алиэкспресса и ручки от Малевича себя прекрасно показали, хотя с акрилом тоже нужно быть осторожным, как раз таки из-за трафарета, потому что можно случайно задеть трафарет и все, и у тебя буквы поплывут, так скажем. Хоть акрил сохнет быстро, но он не сохнет моментально. А вот на тонких листах все остальные материалы показали себя хорошо, кроме вот ручки кисти с Алиэкспресса. Она подтекала, потому что внутри этой кисти, я так понимаю, это чернила. Ну и с этой ручкой тоже нужно быть, конечно, осторожным, что с ручкой от Алика, что с ручкой от Малевича, потому что у меня совсем нету какой-то сноровки к таким ручкам. Я такими ручками никогда не писала и не рисовала. У меня, наверное, в первую жизнь они вообще появились, поэтому к ним еще нужно привыкнуть, но я, мне кажется, привыкла, пока все это писала. Конечно, первые открытки, они, да, получались так себе, потому что, опять же, моя подпись выглядит примерно вот так вот. Так что я, правда, очень старалась. У меня рука после тех открыточек так болела, конечно, вы бы знали, но все для вас. Ну и вот в финал я взяла с собой акрил, также взяла золотой, серебряный и метный акрил, взяла все капиллярные ручки. И еще, возможно, я буду использовать штемпельную краску, но это, конечно, вряд ли, потому что штемпельную краску вполне себе хорошо заменяет акрил и ручки. Ну и штемпельной краской у меня только черного цвета, а другие покупать, опять же, я не вижу смысла, потому что у меня же есть акрил, опять же, куашь. Поэтому штемпельная краска, она у меня во внимании, но она, скорее всего, будет тоже отложена и ни разу не будет использована в этих открытках. В идеале, конечно, вообще было бы сделать штампики такие, знаете, как раз таки линогравюру, но такой возможности у меня нет, потому что я уже как-то пробовала делать штампы еще в колледже, когда училась. Также, опять же, говорю и напоминаю, у меня есть видео, как я пыталась сделать ли на гравюру, но там нужен такой специальный линолеум, который как бы идет дороже, чем обычный, естественно, линолеум. В магазине просто нам его не найти, нужно заказывать. Да и даже, будь он у меня, даже если бы я его заказала, купила, я бы не смогла все равно ровно выразить все слова, чтобы они прям идеально буковка к буковке были. Это было бы сложно, потому что, опять же, печать, она должна быть маленькой такой, ну там буквы размером буквально 0,5 сантиметров, сантиметр максимум, поэтому такую печать только, наверное, может быть заказать, откуда, чтобы мне вырезали там лазерами, я не знаю. Но, опять же, пока это того, наверное, не стоит. Плюс от этого теряется то, что я это все делаю вручную, хотя, конечно, наверное, покупателям все равно, не знаю. В общем, с художественными материалами, которые мы будем использовать, мы разобрались. Теперь давайте разберем листы. Как я сказала, у меня есть листы абсолютно все разные, то есть есть тоненькие, есть толстенькие, и нужно были все эти листы отобрать, порезать под один размер. Также я еще думала, что у меня есть листы, знаете, такими неровными краями, потому что изначально все листы, они с неровными краями, и я их подрезала в один момент, как-то, когда мне бы стало скучно, и я думала, что у меня остались как раз-таки небольшие листочки с неровными краями, как раз-таки размером где-то 10 на 15, но казалось, что у меня их нету. Но думаю, если я до арт-маркета еще буду делать листы, то я сделал как раз-таки еще с неровными краями, и также из них тоже сделала открытки, скорее всего потому что но неровные края и тоже смотрится прикольно необычно но в этот раз все открытие будет с ровными краями и по размеру они будут 10 на 15 сантиметров примерно как размер фотографии так скажем обычный также возможно я думала сделать такие небольшие открытки знаете буквально там 5 на 5 сантиметров 5 на 7 чего-нибудь вот такое вот тоже с примерно такими же словами чтобы их как бы можно было вкладывать там в посылке вот это вот все и например такие как раз таки отправляю открытки небольшие когда у меня кто-то что-то покупает я кладу как раз таки эту открыточку небольшую пишу там типа хорошего дня спасибо за покупку чего-нибудь такое вот и просто кладу в посылку и как бы но это мелочь но людям наверное приятно но этим я не буду заниматься в этом видео это я еще пока не до конца обдумала нужно и такое делать или не нужно все таки ну надписи на открытках они тоже разнообразны там по-моему около 15 видов надписей написаны все разным стилем особенно те которые написаны от руки они вообще все рабов по-разному написаны так что у вас реально будут уникальная открытка мало того что там будет фон разный каждый раз и каждый раз наверное как каждый раз разная бумага еще и подпись сама будет по-разному написано потому что у меня никакого-то определенного шрифта и в принципе я не увлекаясь коллеграфии просто вот мне захотелось такое сделать что-то уникальное чтобы это было такое мерче вы потому что ну я видел очень мало людей Которые делают открытки вот в таком виде Можно сказать, я вообще не видела Я видела что-то похожее, но это было не то Я видела визитки, как делали из этой бумаги Я как раз таки еще хочу визитки тоже свои сделать Тоже если на маркет пойду, надеюсь, что пойду То я вот хотела бы из этой бумаги также сделать себе визиточки Это будет, конечно, очень интересно Все это мелкое писать, но что поделать Такова моя судьба Так что есть очень много надписей Очень много разных видов бумаг Это вот все для вас Если у вас есть еще какие-то идеи для написания на этих открытках Можете написать также в комментариях Какие бы вы открытки хотели пролюбить С какими надписями Потому что я эти надписи сначала пыталась найти в интернете Какие-то уникальные, прикольные Которые необычно, смешно, а возможно мемно звучат Пыталась потом найти просто какие-то милые надписи на открытках И там половину из них я как раз таки стырила с других открыточек, так скажем Половину из них я сама там придумала или переделала Ну и конечно же были неудачные открытки Которые там либо расплывались Либо я неправильно измеряла размер Особенно размер, знаете, неудобно было измерять Когда ты пишешь от руки Потому что размер страфарета ты еще можешь измерить Потому что ты просто измеряешь сколько там размера Буквка одна И просто все складываешь У тебя получается итоговый размер Который ты можешь примерно предположить Как он будет на листе расположен А то, что ты пишешь от руки Ты не знаешь, как у тебя получится вообще Ты не знаешь, у тебя тут расплывется ручка или не расплывется, и нужно будет это подправлять, и сможешь ли ты это исправить вообще или не сможешь. И поэтому, конечно, да, было очень немало брака, так скажем. Даже с трафаретом то, что я делала, получались иногда браки, потому что в ходе опять-таки же рисования этих открыток я выяснила, что нельзя прям такой мокрой краской рисовать. Даже не то, что мокрой, даже чуть-чуть мокрой краской рисовать, нужно прям какой-то сухой такой, более-менее полусухой краской все это рисовать. Поэтому я там ворола на палитру цвет, размазывала его, чтобы он там чуть подсушился, и потом уже только делала эти штампики губкой, так скажем. Но опять же, из этой бумаги она не уйдет просто так в небытие. Из этой бумаги я ее порежу, то, что там не получилось просто, и сделаю либо мелкие открыточки, как я уже сказала, либо свои визитки из них сделаю, потому что, ну, бумага красивая. Ну, ее жалко отправлять на переработку, потому что ты отправляешь ее на переработку, она станет просто коричневой бумагой, она не будет такой уже красивенькой, цветастой. Поэтому, конечно, жалко, но что поделать? Такова судьба самодельных открыток. Вот, в принципе, весь процесс работы я вам рассказала, как я всем этим мучилась. Нет, на самом деле, так-то прикольно это все делать, создавать своими руками, но еще прикольнее, чтобы это, конечно, было не впустую, потому что открыток я сделала достаточно, и хочу сделать еще, потому что если пойду на арт-маркет, то хотелось бы, чтобы в каждой открытке хотя бы штук по 5 было, ну, или хотя бы по 3 даже было бы неплохо. Поэтому, конечно, будет очень жаль, если моя, как мне кажется, уникальная задумка не зайдет людям, но надеюсь, что эти работы, эти открытки найдут своего зрителя, найдут своего покупателя. Также, конечно, эти открытки будут выложены в группе ВКонтакте, и вы там сможете их купить, написать, узнать, есть ли они в наличии вообще. Ну, и также, если их нет в наличии, я могу, как бы, сделать их вам специально на заказ. Стоить от этого они дороже не будут, стоить будут также. Ну, так как мне еще этих открыток нужно будет сделать штук по 5 каждую, естественно, я все это на видео снимать не буду, смысла это не имеет, я вот вам рассказала, и, в принципе, все на этом хватит. Скорее всего, я этим буду заниматься на стримах, наверное, вот. Так что, если вам интересно посидеть, посмотреть, какие эти открытки я пишу в реальной жизни, то можете приходить, ссылки все будут в описании. Ну, и заглядывайте в группу ВКонтакте, там, в Телеграм, везде, короче, куда можно, везде заглядывайте. Везде все будет, везде все сможете узнать, если вам что-то нужно, если вы хотите приобрести. Я была бы очень рада, если бы эти открытки кого-то радовали, правда. Так хочется, чтобы твои вещи, они реально радовали глаза людей, чтобы кто-то на них смотрел, улыбался, радовался просто от того, что даже там написано что-то милое, например. Было бы классно, я к этому стремлюсь. Но ведь когда-то я приду к этому. Так что, на этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Приходите везде, куда можете, куда хотите. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваши мнения. Возможно, пишите, какие вы слова на открытых хотели бы видеть. Я их рассмотрю, приму к сведению, если у вас есть какие-то пожелания. Вот, всем-всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok